Друзья мои, всем привет! Сегодня в этом видео мы будем монтировать бойлер Ariston, будем монтировать его в нашем санузле, будем его подключать к системе водоснабжения и использовать нестандартное мышление для подключения. Мы должны сделать это все красиво и аккуратно, потому что бойлер, он у нас будет находиться в открытом виде и желательно, чтобы ничего лишнего не мешало и не было видно. Поэтому вот такие уголочки, вот такие вот кранчики, это все, что у нас будет видно и все, что будет доступно. Остальная вот эта вся система, мы ее скроем, уберем с глаз долой и сердце вон. В общем, все это мы спрячем, а вот это все мы оставим. Все соединение будет проходить аккуратно через стенку, мы это все заштрабим, потому что здесь все мы заклеим плиткой. Вот такая вот плиточка у нас будет в санузле. Все это у нас спрячется, все это закроется, канализация закроется углом, здесь будет установлена инсталляция фирмы ГРОЯ. И как вы думаете, где у нас будет располагаться данная конструкция? Ну, конечно же, вот в этой самой инсталляции фирмы ГРОЯ. Мы ее расположим туда, вовнутрь, спрячем, уберем и скроем. Я это уже неоднократно проделал на своих видео, если вы помните, если вы увидели, то, что как я установил кран для гигиенического душа в систему инсталляции, как я ее туда спрятал. И сейчас уже в этом видео я буду использовать тот же самый метод и буду прятать сюда вот эту вот конструкцию. Позже я объясню, что и для чего здесь нужно и как это будет происходить. А пока затравочка, поехали. В общем, также будут здесь трубы холодного горячего водоснабжения, они уйдут через стенку туда в ванну. Здесь будет подъем на бойлер и на инсталляцию. Все, здесь все мы закроем, кранов у нас не будет, кранов и щечков здесь у нас не будет. Все это у нас будет на кухне, это еще один интересный монтаж, как я рекомендую делать и как я сам делаю, когда у нас нет возможности установить люк скрытого монтажа и не использовать пластиковые аналоги для того, чтобы иметь доступ до щетчиков. Поэтому, если у вас нет возможности, не ставьте, уберите щетчики в другое место для того, чтобы не городить здесь всякие некрасивые, уродливые конструкции. Итак, для монтажа в систему инсталляции нам нужен обычный кран для стиральной машины, это слив с бойлера, если нам нужно будет слить с него воду, предохранительный клапан, который обязательно должен быть установлен на бойлере, также отсекающий кран и две комбинированные муфты для разборного соединения в системе. Так, дальше нам нужно просверлить два отверстия с этой стороны и с этой стороны, для того, чтобы смонтировать данную систему в инсталляцию. Но обязательно нам нужно сделать это аккуратно, для того, чтобы ничего нам не мешало и не нарушало работоспособность нашей инсталляции. Поэтому рассчитаем все правильно, установим, смонтируем и чтобы в конце у нас все было красиво, аккуратно и все работало правильно. Продолжение следует... Мы установили нашу инсталляцию на место, сделали всю разводку труб, которые нужны для подключения бойлера. Подключение этой системы, которую я собрал в самом бачке и вывел трубу в ванную комнату. Все это у нас сейчас подключено, осталось сделать опрессовку и проверить надежность соединений. В общем, посмотрите, обратите внимание, сколько труб идут у нас в системе водоснабжения и все эти трубы нужно соединить и подключить правильно. Если подключение будет неправильно, естественно, мы получим не тот результат. А теперь, как работает наша система. Смотрите, вот это подача холодной воды, соответственно, с нее мы сразу берем и подаем воду на инсталляцию, вот на этот кранчик. Сюда будет подключаться шланг и подключать шланг будем вот сюда. То есть, это у нас подача воды на бачок. Далее, труба уходит сюда. Здесь у нас установлен сразу кран, отсекающий кран бойлера. Далее идет предохранительный клапан. Клапан нужен для того, чтобы скидывать давление, когда давление в бойлере повышается. Здесь у нас будет сливной кран. Использовал обычный кран стиральной машины для подключения. Открывая кран, мы будем сливать воду из бойлера сразу в бачок. Соответственно, нам не нужны никакие дополнительные шланги для того, чтобы подключать, где-нибудь сделать здесь вот дренаж. У нас все будет капать, течь сразу в бачок и переливом будет уходить туда. Но это, естественно, мы не заметим, потому что слив будет такой маленький, что это просто будет нереально заметить. Но если мы не будем, конечно, сливать весь бойлер сразу, тогда вот, естественно, у нас все это будет заметно. Через перелив будет все уходить, все из унитаз, в канализацию. Соответственно, у нас нет никаких дополнительных шлангов. Все, этот кранчик закрываем. Это у нас слив бойлера. И дальше у нас труба пошла. Так, так, так. По стене и заходит сразу в бойлер. Здесь я установил еще один кранчик. Этот кранчик нам, в принципе, он не нужен. Он может быть всегда открытый. С одной стороны, он стоит для эстетики, для симметрии, для красоты. Но пользоваться им практически не нужно. Пользоваться можно только вот этим краном. Если вы переживаете то, что доступ сюда будет очень неудобный, то вы никогда не снимали кнопку фирмы Гроя. Доступ к ней очень простой. На данный момент я вам показал еще один вариант, как можно подключить бойлер и при этом сэкономить место и пространство. Все, вот эта пустота у нас ничем не будет загромождена. Никаких дополнительных соединений у нас тут тоже не будет. Все будет аккуратно уходить через стену и прямо вот сюда вот в систему подключения. Все. На этом наша работа по вот такому нехитрому монтажу в системе инсталляции завершена. Ну вот, в общем, как-то так. Завершаем это видео по монтажу бойлеров в систему водоснабжения и подключение через инсталляцию нашего предохранительного клапана и системы слива бойлер. На этом пока все. В следующем видео я вам покажу обязательно все, как это будет выглядеть. Но на этот момент информации пока больше нет. Смотрите продолжение в следующем видео. Всем хорошего ремонта. Пока. Друзья мои, всем привет. Сегодня в этом видео я хочу вам рассказать и показать еще один вариант наружного монтажа бойлера. Как это можно сделать красиво, чтобы монтаж бойлера не испортил внешний вид вашего помещения. Ну, как-то так. Поехали. Что ж, наш бойлер запомнился. Все, можно закрыть краны и включить бойлер в розетку. Но этого мы делаем сейчас не будем, так как нам не нужно его запускать. Мы просто хотим убедиться в том, что бойлер, когда он запомнил, он звучит иначе. Что бойлер у нас герметичен, протечек нету и все у нас функционирует. Кстати, после можно кнопочку обратно поставить на место. Все? Класс. Продолжение следует...